Субтитры предоставил DimaTorzok Диагностический центр в Братске примет первых пациентов в 2018 году. Сегодня на месте будущего медучреждения заложили памятную капсулу. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края посетили Читинскую ТЭЦ-1. Цена праздника монгольская семья тратит на белый месяц в среднем 300 тысяч тугриков. В переводе на российскую валюту это 7 тысяч рублей. Вид на жительство в Китае за 2016 год получили 1576 иностранцев. Дамам шампанского музыкальный театр готовит прекрасной половине Иркутска подарок к 8 марта. Премьеру опереты Иоганна Штрауса «Венские встречи». Музыку этого композитора сравнивают с игристым вином, столь уместным в женский праздник. На репетиции побывала Анастасия Бурлакова. Свадьба хозяйки модного салона в Вене и ее фиктивного мужа принца Роберто. Новобрачного играет артист музыкального театра Андрей Данилов-младший. По словам актеров, житься в роль было непросто, но быть принцем всегда приятно. Особенно в первый раз. Вы знаете, это моя первая, так сказать, главная геройская роль. Плюс этот герой именно отличается тем, что он не так называемый голубой герой, когда он весь правильный такой. Он наоборот очень отличается своим нравом, так скажем. То есть он очень может нестандартно себя повести в определенной ситуации, когда кажется по-другому-то и нельзя, а вот раз и «О боже, что вы творите» называется. Манекены, комоды, портрет хозяйки ателье, дизайнерские кресла и розовые диваны. Над антуражем салона мод художники-декораторы начали работать больше двух месяцев назад, как только актеры приступили к репетиции. Тогда же взялись за дело костюмеры. Исполнители главных ролей за весь спектакль переодеваются трижды. Всего в постановке вместе с солистами-хором и балетной труппой участвуют больше 50 человек. А Перетту и Аганна Штрауса венские встречи, по словам режиссера театра Анны Фикита, в России ставят редко. На иркутских подмостках она выйдет в первый раз. Место действия здесь Вена, столица европейская. И Барбалия, это восточная страна, которая вносит какой-то особый колорит в спектакль, нотку такого флера и магии небольшой. И самое замечательное, то, что здесь много юмора, много шуток, смеха и, конечно, любви. Именно то, что нужно дамам в их праздник. Премьера состоится незадолго до Международного женского дня, 4 марта. Анастасия Бурлакова, Евгений Шахов, Середина земли, Иркутская область. Филиал Иркутского диагностического центра в Братске примет первых пациентов в 2018 году. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время рабочего визита в Северный город. Глава региона принял участие в торжественной закладке капсулы на месте будущего строительства. Слово Татьяне Веретиной. Памятный момент. Закладка капсулы в честь начала строительства филиала Иркутского диагностического центра в Братске. В церемонии принимает участие губернатор Сергей Левченко. Он находится с рабочим визитом в городе. Медицинский центр будет здесь, рядом с городской больницей. В филиале создадут 150 рабочих мест. Медицинские услуги смогут получать более 600 человек. То, что было сделано за последний год, это решен вопрос по выкупу этого здания. Больницы, выделение участка, согласование по проекту, который существует. Это, конечно, была большая работа, но она такая незаметная. Сейчас наступило время к тому, чтобы все увидели, что можно быстро построить в течение этого года. Мы надеемся, что через год уже первые пациенты этого центра будут здесь получать ту услугу, о которой давно мечтали. Здесь, в этом филиале, будут созданы такие же современные передовые автоматизированная консультативно-диагностическая лаборатория, отделение УЗИ исследований, эндоскопии, клинические лаборатории, а также автоматизированный консультативный центр. Все это позволит повысить на принципиально новые качественные уровни и качество, и доступность оказания медицинской помощи. Еще один объект, который во время своего визита в Северный город посетил губернатор – дом-интернат для престарелых и инвалидов. В качестве подарка глава области передал сертификат на покупку реабилитационного оборудования. Сейчас здесь живут более 300 человек. В интернате реализуется несколько социальных проектов. Постояльцы активно занимаются физкультурой, рукоделием, участвуют в ярмарках. Проживающие здесь – это люди в основном возраста серьезного, солидного, которые все в жизни умеют, все в жизни видели. И если они будут иметь возможность печь хлеб, рисовать, выращивать овощи или создавать какой-то уют здесь, то это и для них будет хорошо, и для дома-интерната будет большая прибавка. Я думаю, что вот этот курс на то, что много делать своими руками, он абсолютно правильный. Губернатор также побывал на стройплощадке, где возводится дом для переселенцев из аварийного жилья. Сергей Левченко выразил сомнение, что до 1 сентября Братск успеет полностью выполнить соответствующую программу. Нужно построить еще более 90 тысяч квадратных метров. За помощью решено обращаться в федеральный центр. Это все новости при Ангаре на сегодня на связи с серединой земли за Байкальский край. Коллега, здравствуйте. Какие новости у вашего региона? Здравствуйте, коллега. Мы готовы рассказать зрителям Бурятии о самых интересных новостях из Абайкальского края. В студии Яна Ершова. Как компенсировать затраты по производству теплоэнергии без увеличения тарифов для населения? На этот непростой вопрос пытались ответить депутаты Законодательного собрания и теплоэнергетики края. По инициативе ТГК-14 для 19 парламентариев была проведена экскурсия на Читинскую ТЭЦ-1. Короткий инструктаж по технике безопасности и, разделившись на небольшие группы, депутаты Законодательного собрания отправляются на экскурсию по ТЭЦ-1. В первую очередь им показали котельный цех. По узким лестницам депутатам пришлось подниматься с нулевой отметки до 32. Отсюда открывается самый лучший вид на котлы. Стоит отметить, что один такой агрегат потребляет порядка 50 тонн угля в час, а зимой при максимальных нагрузках расход угля на станции может составить до 180 вагонов в сутки. Все это говорит о масштабности и затратности производства. Основная потребность, которая в средствах для энергетики, это поддержание, так скажем, в работоспособном состоянии оборудования с учетом всех требований и выполнение своих обязательств по выдаче тепла и электроэнергии. То, что касается тарифных средств, это как раз поддержание, это ремонт и оплата за топливо. Основные составляющие, фонд оплаты труда. В ближайшее время, о чем сказал Геннадий Ильич, что комиссионно это все будет рассмотрено и будет принято правильное решение. У Лонденской ТЭЦ-1 это яркий пример. Когда в 2008 году произошла авария, до этого два года тарифы не повышались вообще. То есть на ремонт не хватало только для того, чтобы там фонд оплаты труда и топливо закупать. Все. И потом произошла крупная авария. Поэтому не хотелось бы доводить до такого. Сегодня станция нуждается в модернизации. Большая часть оборудования морально устарела. Так, к примеру, самая молодая турбина на станции 73-го года выпуска. Специалисты ТГК-14 считают, что внедрение энергоэффективных технологий может стать одним из способов сдерживания роста тарифов. Сегодня тарифные средства уходят в основном на текущие ремонты оборудований, оплату за топливо и заработную плату сотрудникам. Говорить о каком-то развитии в этих условиях сложно. Что касается тарифной политики, то это отдельная тема. Это требует изучения более тщательного. Было принято решение все-таки вернуться к прежним процентам роста тарифов. И пока вот на этой стадии идет работа. Когда работа закончится, то уже будет понятно, где нам искать. Или за счет потребителей, или в бюджете предусматривать дополнительные средства. Но задача стоит такая, что от перекрестного субсидирования надо уходить, потому что вся страна, вся Россия уже от этого уходит. Большинство специалистов считают, что перекрестное субсидирование, поддержание меньших цен на энергию для населения и объектов социальной сферы за счет увеличенных тарифов для промышленности зашло в тупик. А вот как из него выйти, законодателям и энергетикам еще предстоит решить. И сегодняшняя экскурсия – это первый шаг на пути к этому. Встреча, безусловно, была полезная. То, что мы увидели, оно, конечно, немножечко так радует, потому что ТЭЦ работает, то есть ГРЭС работает. Работают прекрасные люди, работают прекрасные инженерно-технические работники. И, конечно, благодаря вот этому самоотвержденному труду мы, слава Богу, в Чите не имеем никаких проблем. Завершилась сегодняшняя встреча приятным моментом. Пяти лучшим работникам ТГК-14 были вручены благодарственные письма за добросовестный долголетний труд. А совместная работа теплоэнергетиков и депутатов будет продолжена. Живописные виды Байкала, Лены и Ангары. В городской картинной галереи открылась персональная выставка иркутского художника Сергея Писарева. По словам организаторов, эта экспозиция является частью проекта по сотрудничеству художников из Забайкалья и Иркутской области. Более 20 живописных работ иркутского мастера, созданные за 4 последних года, украшают стены галереи. Жанровые зарисовки, натюрморты и пейзажи, пропитанные авторской образной экспрессией. По словам Сергея Писарева, много времени он проводит на Байкале, так что неудивительно, что тот занимает особое место в его творчестве. Несколько лет он возглавляет арт-проект «Большой байкальский пленар», который проводится на острове Ольхон. Ежегодно он привлекает десятки художников не только из России, но и Китая и Японии. Байкал сам подсказывает, каждый день он разный. Там очень красивое состояние, там вода, скалы, потом закаты, восходы, серебро. Но оно завораживает. И многие художники приезжают, даже просто любуются. То есть Байкал – это очень большая энергетическая площадка, очень хорошая для художников. Сейчас в планах иркутского художника продолжительная арт-экспедиция. Он со своими коллегами хочет повторить миссионерский путь святителя Иннокентия, Полейни, Амуру, ее притокам, Доходска и далее в сторону Камчатки и Аляски. И сделать зарисовки тех мест. Вполне возможно, что эти работы в будущем смогут увидеть и забайкальцы. Уже более пяти лет происходит активный творческий обмен между читинскими и иркутскими живописцами. Забайкальцы представляют свои полотна на суд иркутских зрителей и наоборот. Жители нашего города познакомиться с картинами Сергея Писарева смогут до 18 марта. Антон Матушевский, Анатолий Мишаков. Время новостей. Спасибо, что в эти минуты были с нами. На этом блок новостей Забайкальского края завершен. О событиях в Монголии готовы рассказать наши коллеги из Улан-Батора. Алхама, здравствуйте. В США завершился чемпионат по бодибилдингу «Арнольд Классик». И жюри во главе с самим Арнольдом Шварценеггером признала лучшим атлета из Монголии. Расскажите, кто этот счастливчик, ведь призовые у конкурса очень внушительные. Спасибо, Яна. Приветствуем зрителей программы в Бурятии. В этом году конкурс проходил с 1 по 4 марта. И Дорч, спортсмен из Монголии впервые завоевал золотую медаль в категории до 70 кг в любительском конкурсе бодибилдеров «Арнольд Классик». Дорч – спортсмен, ассоциация бодибилдинга и фитнеса Монголии и мастер международного класса по бодибилдингу. Ну а теперь о других новостях в Монголии подробнее. Она так изящна, элегантна, не лишена практичности, такая разная, но неизменно желанная кухня от мебельного дома «Амида». Весь март со скидками 25% мебельный дом «Амида» для ваших любимых. Подготовка к встрече Нового года по лунному календарю и самому празднику. Сопутствуют немалые денежные траты. Традиционный бараник-крестец – многочисленные молочные продукты, бузы и подарки. В какие суммы эти выливаются, расскажут мои коллеги. Пожалуй, одна из самых крупных затрат на праздник Цагансар – это туша белого барана. Согласно статистике, ее средняя цена в этом году составила от 120 до 265 тысяч тугриков. К этому следует прибавить затраты на выпечку. Если семья хочет угостить родственников и друзей печеньем, это обойдется в сумму от 30 до примерно 45 тысяч. Не стоит забывать и о таком обязательном блюде. Новогодняя выстала бы как бузы. В течение последних двух месяцев один крыглом баранины стоит в среднем 6 тысяч тугриков. Килограмм муки высших сортов – 1600. Большинство денег тратится на подарок. Это примерно 400-500 тысяч тугриков. Иногда не хватает пенсионных денег, беру кредит в банке. Дети мои тоже финансово помогают семье. Примерно трачу миллион тугриков. Экономически сложно. Пенсионные деньги беру на 18 месяцев. Вы поняли, что большинство из денег тратится на подарки. Мы считали денежные траты приблизительно. Так, цену баранного крысца считали по минимуму. А его максимальная цена – 260 тысяч тугриков. Сколько уйдет на выпучку, также зависит от благосостояния семьи. И так получается, одна семья тратит на стол в среднем 300 тысяч тугриков. А на подарки – 300-400, даже миллион тугриков. Соксеха Батбот, середина земли, Монголия. В Монголии три традиционных вида игр – мушин или надом. Это борьба, стрелба из лука и конные скачки. Независимо от времени, годы исторически проводились состязания по этим трем видам традиционного спорта в честь значительных праздников и юбилеев на разных уровнях. Но в последнее время с новой силой разгорается скандал в общественности и политических кругах по поводу недавнего постановления правительства, запрещающего конные скачки в зимнее время года. Причиной запрета зимних скачек послужили права и здоровые детей, участвующих в скачках. Традиционно в Монголии в конных скачках участвуют дети от 6 до 13 лет. Во время скачек дети часто падают с лошади и получают травмы. Статистика последних лет дает повод для беспокойства. Особые опасения в последние годы у общественников вызывают скачки зимой. В зимнее время в Монголии проводились как минимум три общенациональных состязания по конным скачкам. Так, весенний фестиваль Тунджангара вообще был запрещен с этого года. В 2016 году министр труда Монголии пересмотрел закон о рабочих местах, запрещенных для несовершеннолетних. Но несмотря на решения министра труда Монголии, зимние конные скачки продолжаются проводиться. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Середина земли» присоединяются наши коллеги из Китая. Да, Захао, о каких событиях вы расскажете? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В город Куйтунь, Синьцзян Уйгурского автономного района, приехал первый поезд с жиженным нефтяным газом из Казахстана. До этого с региона китайские заводы поставляли автотранспортом. Но сейчас Китай намерен увеличить объем импорта сжиженного нефтяного газа до 700 тысяч тонн в год. Энергетика остается приоритетной сферой сотрудничества между странами. Подробнее о перспективах взаимодействия Китая и Казахстана расскажет наш корреспондент. Казахстан планирует поставить в Китай 7 миллиардов кубометров природного газа до конца года. Об этом заявил председатель компании КАЗ Трансгаз. Республика стала одним из самых крупных поставщиков энергосырья для КНР. В свою очередь, китайские компании в последние годы активно инвестируют в энергетическую сферу Казахстана. Речь идет о строительстве нефти и газопроводов, нефтеперерабатывающего завода и разработке уранового месторождения. В общей сложности страны реализуют более 50 совместных проектов стоимостью около 24 миллиардов долларов США. Казахстан имеет очень важное географическое значение для Китая в сфере энергетики. Стабильное сотрудничество в этой области обеспечит энергетическую безопасность Китая. Во время 13-летки Китай планирует увеличить долю использования чистой энергии. К 2020 году объемы потребления природного газа достигнет 400 миллиардов кубометров в год. Поэтому сотрудничество в сфере чистой энергетики между Китаем и Казахстаном имеет большие перспективы. После энергетики вторая по важности сфера сотрудничества – строительство инфраструктуры. В 2014 году страны совместными усилиями создали международную логистическую базу в приморском городе Ляй-Нюньган, которая для Казахстана стала выходом к морю. Проект был реализован в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Раньше Польша части своей продукции Казахстан экспортировал в Европу через Россию. Но последние годы государство быстрыми тамбами наращивает товарообороты со странами Дихоокеанского региона. Выход на эту территорию стал возможен благодаря китайскому борту Ляй-Нюньган. Это самый быстрый доступ. Транспортная магистралия из Казахстана в Ляй-Нюньган теперь соединяет не только Казахстан и Китай, но и другие страны Сентральной Азии и Тихоокеанского региона. Говоря о сотрудничестве Китая-Казахстана, необходимо отметить стыковку экономических стратегий «Один пояс, один путь» и «Светлый путь». В рамках этой концепции подписан ряд соглашений о строительстве новых железнодорожных сообщений, автодорог и электростанций. Правительство Казахстана до 2020 года намерено вложить более 20 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры. За 2016 год вид на жительство в Китае получили 1576 иностранцев. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Таковы данные Министерства общественной безопасности КНР. Свидетельствуют ли эти данные о том, что Китай становится все более открытым, кто и на каких условиях может оформить китайскую грин-карту, разбирались наши корреспонденты. Жить в Китае на постоянной основе – эта мысль приличает все больше иностранцев, специалистов редких профессий, выдающихся деятелей культуры и искусства и знаменитых спортсменов здесь ждут с распростертыми объятиями. Согласно правилам, введенным в 2004 году, пройти процедуру получения вида на жительство им совсем не сложно. Это подтверждает известный американский баскетболист, бывшая звезда NBA Стефан Марбери, получивший грин-карту в прошлом году. Впрочем, людям менее знаменитым остаться в Китае на постоянное место жительства было гораздо сложнее. Необходимо было либо инвестировать крупную сумму денег в китайскую экономику, либо быть руководителем крупного предприятия государственного значения или профессором в ключевом ВУЗе на протяжении четырёх лет, либо иметь какие-то другие заслуги перед Китаем. С прошлого года правила начали меняться. Особыми привилегиями стали пользоваться учёные и эксперты в области инноваций. Воспользовавшись новым курсом, грин-карты смогли получить 156 иностранных специалистов технологического и научного центра «Джунгуан Цунь», который называют «Китайской кремниевой долиной». «Заявители в основном представляют отрасли, в которых наш технопарк особенно заинтересован. Например, это сфера искусственного интеллекта, информационных технологий, биологической медицины и больших данных». В отдельных районах страны правила упростили ещё сильнее. Так, в Шанхае претендентам на вид на жительство теперь не требуется особых заслуг. Необходимо прожить в городе четыре года и зарабатывать 600 тысяч юаней в год или больше. Кроме того, претендовать на зелёную карту могут люди, работавшие в городе и вышедшие на пенсию. Значительные послабления ввели и в Тибете. Разрешение выдаётся людям, которые находятся в автономном районе, не меньше трёх месяцев в году. По новым правилам, документы уже получили 118 граждан Непала. Теперь они, наряду с местными жителями, могут получать медицинские услуги, образование или приобретать недвижимость. «Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо. Мы, непальцы, очень рады получить эту грин-карту. Мы будем работать в Лхасе и приносить пользу, развивая бизнес здесь. Поэтому мы очень благодарны этому гостеприимному городу». «Это поможет иностранцам больше узнать о Тибете и Лхасе, о их развитии после проведения политики реформы открытости. Этот шаг также позволит людям больше узнать об услугах, которые мы готовы им предоставить здесь». Всё более привлекательным Китай становится и для китайцев по происхождению, получивших ранее гражданство других государств. Так, совсем недавно два выдающихся учёных, нобелевский лауреат по физике Ян Чжи Нин и компьютерный гений Яо Ци Чжи, отказались от американского гражданства и получили китайское. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!